А далее вы увидите, как мы запаковываем мёд. Не переключайтесь! Да, то есть вот это вот мы сейчас отправим, а вот это вот это то, что остаётся у нас. Две двушки, трёшка и три литровых контейнера. Вот, этот стоит 350, 350, 350, этот 700, 700 и ведро 1000 рублей стоит. Это вот три литра, ну, и вот это вот 1000 рублей оно в общем стоит. Так что у кого есть желание, покупайте побыстрее мёд, пока он весь не закончится. Да, пока весь не закончится, то есть вот это всё, что осталось. Следующий мёд будет у нас в конце, где-то в середине июля. Сейчас что у нас, май, июнь, то есть через два с половиной месяца где-то следующий мёд будет. Ну всё, начинается кружок умелой ручки. Смотри, Данил, как это делается. Хоп, и посылка готова. Одна посылка, ну как бы две посылки в одну не вошло. Одна посылка отправляется Черцову Владимиру в Санкт-Петербург. Так что привет горячий, да? И вторая посылка отправляется Шмакова Александра в Московскую область, город Котельники. Это короткий. Здесь короткий. Вот. Ну вот, я думаю, что достаточно плотно. Как достаточно. Ну, какое тяжело, да? Все, очень плотно. Давай закрываем. Вторая посылка готова. И третья посылка на готове. Ну вот, наши посылочки готовы. Что тут получается у нас? Шмакова Александра в город-котельнике. Привет! Спасибо за покупку. И Черцов Владимир в Санкт-Петербург. Привет! И тоже спасибо за покупку. Прям как мишка. А знаете ли вы, как размножаются ключи? Как увеличить количество ключей от двери? Я тоже не знал. И нашел тут у себя, когда я дверь вставлял, что я про них забыл, нашел у себя комплекты вот таких вот ключей. Они шли вместе с дверьми. Это от третьей двери. Они шли вместе с дверьми. И я вспомнил, что это перекодируемые ключи. Когда монтажники вставляют дверь, у них есть, как сказать, там два идут ключа для того, чтобы вставлять дверь. Один ключ монтажнику, второй ключ хозяину. А когда монтажники уже вставили дверь, чтобы избежать того, чтобы у них не было ключа от вашей двери, здесь есть перекодировочный ключ. Перекодировочный ключ вставляет хозяин, проворачивает, когда уже дверь вставлен, там ремонт в квартире сделан какой-то, да? И у него появляются четыре ключа совершенно других, а эти ключи уже не работают. Вот. Но есть такая фишка, я вот сейчас прочитал инструкцию, тут она все написана. Сейчас я покажу. Видно? Видно. Есть такая фишка, которая говорит о том, что если не проворачивать перекодировочным ключом, если им не проворачивать, то вот эти четыре ключа тоже будут рабочие. В общем, так как мы уже въехали в этот дом и живем здесь вчетвером, ключей недостаточно. Вот. И я хотел сделать ключи, потом вот как бы мне попались на глаза ключи дополнительные. Поэтому сейчас предлагаю вскрыть их и, так сказать, торжественно вручить каждому члену семьи по комплекту ключей. Прям каждому? А? Прям каждому? Ну да, тебе ключ, и мушке ключ, и маме ключ. Вот, я это потом уберу. Так, вот он получается перекодировочный ключ, смотри, он какой. Вот с этими, с палочками. Интересный, да? Вот, а это вот такие вот новенькие красивые ключи. Ура! Да, сейчас посмотрим. Вот я вставляю ключ. Да? И он тоже открывается, закрывается. Если я сейчас, получается, не проверну этим перекодировочным ключом, так как я сам вставлял эту дверь, то у меня получится шесть комплектов ключей от дверей. Ну и еще. Не знаю, как ребятишкам, а вот своей жене я хочу подарить брелок для ключей. Вот, этот брелок прислал мне Столик Евгений из города Новосибирска. Вот, я знаю, что это брелок, как бы у него тоже есть свой YouTube канал. Вот, и он мне выслал в подарок вот такой брелок. Адрес я уже свой назвал, кто хочет тоже послать мне подарок, тот может послать. Сделал он брелок своими руками из натуральной кожи. Вот, и я сказал ему, что когда буду уже ключи здесь делать, брать, то я... О, ну какая прелесть! Ручная работа. Ммм, кожей как пахнет! Угу. Это брелок называется Чемляк. Чемляк, вот такой вот брелок. За натуральной кожу, с таким карабинчиком. Я, кстати, люблю очень карабинчики. Вот, смотри, что получится. Оп, вот мы сейчас Настеньке подарим такой вот, да, ключик уже от нашего дома. А то она то забудет, то потеряет, а так он будет вот с брелком. Вот, я очень люблю вот эти вот карабинчики, потому как, пользуясь вот тоже этими карабинчиками, у меня все время вот так вот... В общем, вот карабинчики. Такая штука очень удобная. Когда ключ в кармане, в машину сел, уже его искать из джинсов там спереди или сзади неудобно доставать пока по всем карманам. А так я знаю, что он мне все время вот здесь. Вот, а себе я не возьму этот Чемляк, потому что я вот с этой лопаткой хожу уже лет 20. Она треснула, я ей не пользуюсь. Но почему-то мне нравится. У меня тут такой настоящий мужицкий карабин. Вот, а это мы сейчас Настеньке подарим, да? Ну, я говорю, у вас вот так... Молковилка, тыкай. Здравствуйте, у тебя от Ефиния Столева, привет. Тебе чего, монеты? От нас тебе ключ от дома. Он такой вот на память из города Новгородского музея. Все как тепло, хорошо. Это очень нечто, не забили. В Новосибирске. Да? В Новосибирске, очень. Да, они же отключили. Оно у нас тоже в Бурнале отключилось. Бубок, блин. Вы же там, в этом, в Смоленске же? Ну, не забыть. Так, доедай, давай. И вылазь. Бубочина жуткая. Так, вы поедете? А, это, ребята. Мы зависли, не поедем. Я даже не знаю, как кого звать. Как кого звать. Нет, Жика, тоже вкусно. Доедай. Артур, да вот. Артур. Кто там, да? Артур, Артур, Артур. Да она повторяет уже. Артур, Артур, Артур. Еще гости. Понимаете, почему мы переехали, да, в новый дом? Вы уже все, переехали? Ну да, на лето переехали. На лето переехали и надеемся, что за лето его достроим дом. Все запугали. Уликали. Бам, 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 бам. Идем отсюда, давай. Бам, куда? Пять лет. Куда? Бам, 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 бам.